всем привет друзья мои вы на канале la place меня зовут ульяна и мы продолжаем играть в crusader kings вот она наша русь с кромсовым кусочком явно который от кромсы будут судя по цвету видимо дания и мы тут похоже предложили руку в общем непонятно какие-то вассалы мне кажется отвоевывают все хазария смотрите она просто вся в огне круто круто ну и эту хазарию но самое то главное что самое главное что судислав наш вырос парнишка то вот 16 лет он вот только-только исполнилось сколько неделя прошла для рождения берите вот такого красавчику он сразу в этой шапке мономаха бороду отрасил 16 лет дайте-ка мы наведем тут немножко порядку на лице как-то так поаккуратнее чтобы было мне нравится за тягющийся локон судислав верховный вождь с даром медаса гениальный усердный но трусливый ничего воспитаем наследником является его отец как впрочем и раньше и у нас что тут интересного совет смотрим цвет нас не особо то любит дьяк вот у нас не особо то любит можем его посадить в тюрьму он вообще-то у нас нет пользование действия воспринимается как актера не к сожалению он просто понимаете грабил нас пока мы были маленькими потенциальная сила заговора четыре с половиной процента видимо не заговорщик не нормально хоть заговорщик заговорщик просто не получается ну ладно что мы можем с ним сделать что ему не нравится претендует на титул и мне нравится что мы трусливый а он что он амбициозный да где вот он амбициозный поэтому ему не нравится перебьется перебьется хотя даже вот так можем посмотреть осмотрите телефон лучше лучше все пошел пошел вон воевода смотрим прекрасно 24 прекрасно team team это у нас зеленая ветка про тоже по совершенно замечательный тайный советник смотрим ой так тайный советник 21 прекрасно слушать у нас просто огонь они совет огонь есть вот путята придворный лекарь 21 этот 19 прости ушата путята вышата бог вышата больше не может участвовать в поисках артефакта я могу выбрать другой советника чтобы заменить его участвовал так религии заменяем религии точнее распространяем у нас славянское язычество тут у нас все еще балтийское язычество ладно сейчас находится в витебске селит русское племя давайте кстати глянем на культуру надо мне сейчас симулятор пауза но вы только посмотрите вот она русская земля единственная чистая территория все остальное у нас в полосочку это значит что у нас тут прямо борется борется старая культура и новая потому что мы сам русской культуры и хотят на нас быть похожими все такой вот мы замечательно ладно невестушка у нас есть салмира девич ее зовут она вот у нас привлекательная привередливая надменная гневная но еще посмотрим на самом деле кем вырастет если 100 откажемся в конце концов но девчонок надо занимать пораньше их разбирают вообще быстро-быстро так тюрьму давайте проверяем надо все проверить потому что вот мы не могли править нормально посетить предков может я думаю с этого мы и начнем кстати вы решили посетить священную рощу чтобы совершить жертвоприношение в честь ваших предков надеюсь получить их благосклонность как вы думаете что про отец может вам даровать я думаю что мы наверное попросим рост и процветания страны вы молили предков о богатстве и процветания своей джавы настало время представить свой дар мы отдаем вот этого вот чувака знаете не знаем просто мимо пробегал вот теперь божество выбираем есть много божеств которые вы можете почитать будет будет ли это перу бог грома сильнейший из воинов или велес бог подземного мира ерила бог плодородия или его сестра мари она богиня смерти и возрождения я думаю что мы наверно я не хочу прямо сильно упираться в управление мне кажется что должно быть какая-то какой-то баланс все-таки у сильных правителей больших территорий чтобы не проседала ни то ни другое я бы хотела дипломатию наверное будут дипломатии нет но есть интрига нужно ли нам отрига думаю что нет но я думаю что знаете что перу он не только бог грома сильнейший из воинов он еще и в общем-то бог который покровительствовал князьям и именно управленцам ну то есть смысле власть поэтому выберем кому его перун бог грома высший средь богов он сидит на вершине мирового древа с которого наблюдает за землей и небом его заклятый враг змей велес выползающий из подземного мира дабы покрасть скот и детей гром знак перуна что же хорошо что у нас дальше можем создать 12 титулов но не будем этого делать наверно может быть и будем можно кстати герцогства бы спасать давать но пока что у нас социальным лимитом вроде все нормально дальше любое наказание игорь торопец данном здоровье татьяна родимич и ее не знаем колемя смоленск ну чувак давай ка это а не хочет смотрите прекращать и хочет прикрасить ладно ну пускай попробует это очень долго теперь нужно выбрать смысл нашей жизни жизненный наш путь но это временное на самом деле так торговля управления война охота может быть охота на самом деле он не так уж плохо он просто очень уж хорошее управление но в войне он тоже знаете ли неплох охота личные боевые навыки вот он сейчас трус я думаю что это надо лечить и лечить как раз воинской ложи в котором состояли все его предки надо кого не обязательно сделать хладником по сути сатанистом но на него не хочу сатанизм он очень высасывает из прямо душу высасывает тело высасывает мне нравится что он гениальный мне кажется что он он может стать великим он может создать империю я в этом не сомневаюсь что именно он у нас создаст империю возможно реформируют религию так что мы его храним любим уберегаем качаем как амбиция давайте смотрим какие у нас есть амбиции пополнить сокровищницу завести друга вознестись над людьми увидеть процветания страны пополнить военный бюджет вырастить наследника вознестись над людьми престиж завести друга давайте начнем с друга все значит наследника перебьется отключить на этот раз до титулы пускай висят справедливое наказание висят наследство вассалов претензии тоже пускай висят специальные титулы можем назначить регента руси но у нас проблема том что у нас мать например которую можно было бы наносить регента она находится в другой другой территории она у нас вот вон там вот тоже находится направить вот этим что это у нас за страна общинка непонятно что это страна одлей а это карантания небольшое такое государство сравнение с нашим вот в общем не можем и назначить пока что регента не будем назначать дальше беспокойные кочевники до тех пор пока мы не построим по меньшей мере два здания в селах следующих округов они будут под влиянием кочевников углич так у нас строится тренировочный лагерь сейчас мы еще что-нибудь здесь построим тюн родислав предлагает построить великий монумент который бы показал всем насколько русь могущественная страна конечно такой проект имеет свои плюсы но обойдется дорого потребует множество рабочих и ремесленников можем возвести в честь перуна или в честь своих предков или ни денег ни людей не дадим так до 38 года размер ополчения минус 50 процентов то есть всего лишь на год я думаю мы с войной подождем немножко пока разбираемся так благочестия знаете мне кажется престиж это у нас будет много давайте в честь перуна потому что да если я хочу реформировать язычество наше то понадобится много много благочестия но 750 хоть и ну-ка чувак остаток великой польши можно я тут а престиж меньше сотни так и принуждение к вас цилизации стоит аж 250 престижа понятно мой тюн родислав пришел ко мне с новыми идеями относительно инфраструктуры и торговли 100 экономических баллов это круто строение очень хочу просто да я хочу что настроение хочу корабли у нас есть вот помните да перепал кусочек вот этот мемель с верфью и у нас тут есть корабли у нас появились корабли какой-то момент я вам обещают нас под подкупится немножко мы сядем на 15 кораблей и поплывем в дальние края грабить всяких там всяких там таксу ходит тут хазария а ну да они воюют непонятно с кем они воюют воюют по моему со всеми видите так псковская война за освобождение новгорода кромская на за новосил биармско-хазарская за религиозное освобождение полно всего ладно мы год сидим на кого не нападаем да зачем почему на кого не нападаем не забыла кто интересно предлежит хазарской культуре поэтому можно построить манеж мы мы планируем хазарскую культура отсюда изгнать а год год у нас ополчение строится просто так и нам что заговорили про какой-то артефакт который кто-то там искал но не нашел телу ну ка можешь ли ты пойти например искать артефакт вот смотрите уровень налогов минус пять процентов а результат будет зависеть от навыков черт характер талантливый дядька пускай идет все что у нас там в сокровищнице все еще этот загадочный сундук надо грабить надо грабить ради слав выразил опащение по поводу возможности поиска артефакта он попросил меня издать указ позволяющий охотник с сокровищем получать финансирование и поддержку от городской знати до 42 года слушайте знаете у нас все государство на самом деле воюет мы сейчас не сможем даже их поднять как-то качественно какую-то большую войну поэтому давайте да и сдадим указ и не будем их призывать вот мы например владимир волынский захватим надо было подвести конечно поближе нашу партнер стороны вы не успели вот поднять местные своей армии крещение карантии карантийские жители приняли католичество король вувари прислал группу священнослужителей чтобы устроить грандиозную церемонию массового обращения населения в новую веру первым ритуал прошел сам верховный вождь гайка это как раз вот этот малявка у которой у нас мать там возможно теперь она крещённая крещённая смысле католичик ну что ж я пока у кого тут не гляну ну потому что на самом деле тут такое дело о у кого-то унаследовали чего-то мы у нас следует ой как мы много унаследовали шить и у нас такой перебор большой разбираться что делать вот еще грозу газ гродно войска разбиты так гродно тоже а нет ждите-ка тут у него три территории каких-то вот раскидан богемия просто жжет сербия просто жжет богемия ну-ка крещённая нет славянская нет славянская славянская нормально это хорошо так все быстро победили первые семь дней мне советовали войска не распускать так против нас создали оборонки союза вы издеваетесь 12 процентов 12 процентов это такая маленькая территория меня были некоторые проблемы с моим вассалом я испробовал все что только можно придумать чтобы улучшить наши отношения диак трифон умудрился сделать за один день то за что я боролся в течение нескольких недель он сказал мне все что нужно это просто принести свои извинения вассала ладно давайте со всеми мы подружимся за 2 с половиной мы можем переговорить с хутор клинам вот авантюрист видите авантюрист он пришел к нам на территорию просто где-то тут он шляется вот он хутор кин ты хутор к хазаре наконец-то монумент завершён он получился таким как вы его представляли а может даже лучше чтобы отпраздновать это событие вы провели грандиозную церемонию в честь перуна и какую они будут говорить пока великий полотецкий монумент возвышается над этими землями и охраняет нас нигде не отразится к сожалению так возвести великий столб мы можем кстати потеряем 350 монет 150 благочестия но получим великий столб повысить моральные авторитет славянское язычество я не хочу его строить потому что если я не ошибаюсь если правильно помню то к сожалению он станет еретическим после того как мы реформируем язычество наше вот так поэтому будет стоять вот такой вот с красный такой большой пометкой типа биби биби ну подарок человеку ай все это все все равно он не любит нас ну ладно чтобы лишь бы работал бы работал и так у нас мы угроза миропорядку и у нас избыток личных владений супер быстро и сейчас сама раскидаете владения лишние чтобы не занимало это 10-15 минут а и и вот закончила я раздавать землю у нас все все прекрасно но возникает проблема нашему вождю пора жениться в 17 лет пареньку будем искать ему жену так нам нужен только взрослые наверное и нам нужна наша религия вот этому как бы приоритет я хочу чтобы она тоже была славянского язычества девушка и я да я хочу чтобы она была девушка то есть помладше помладше чем типа 45 ну-ка владислава наш они чешский тайный советник симпатизирует христианству целомудренная трусливо амбициозная хорошая она хорошая 30 лет это потасканная выглядит очень потасканно проксида бережливая чиновница проницательная завистливая трусливая сможем разговаривать о трусости так параноик самодур гневная привлекательная такая молодая вода я хотя бы молодая гриме слава тут 16 лет уже выглядит страшно потасканная странно почему опрятная проницательная амбициозная ленивая милый так вы знаете что я думаю что мы берем гриме славу да берем гриме славу так гриме славы верховный вождь вступили в брак мы получаем престиж или деньги то мы возьмем престиж смотрите сразу красавица одели в приличную одежду венок какой-то нацепила сразу красавица наследник у нас есть брат ничего честно делаем своих наследников ну что мы угрозы миропорядка все еще но под прям чуть-чуть осталось чуть-чуть осталось далее вверх было построено в риге мы расширяем наш флот очень очень старательно очень быстро и мы на самом деле выбираем кого захватить так ваша милость вооруженные бандиты напали на меня во время его расследования слуха по заговоре в округе в полоцк ну что поделать такая работа у тебя тяжелая мы немножко грабим дальше бились бились хазаре толку никакого я думаю что нам надо завоевать завоевать мадьяров можем война за дань священную войну тоже не можем потому что у нас не реформировано язычество вообще-то кстати по поводу реформация язычества у нас сейчас нам принадлежит одна территория за римана или кажется тоже не можем до потребовать можем новгород например то не для себя так освобождение вот новгорода юра претензия вот эту всю территорию новгорода военливания округа если мы победим то мы захватим всю территорию но это с хазарами драться за эту территорию большие хазар страшные хазары 500 престижа это надо еще подкопить будет ладно что еще можем захватить кого-то хочу захватить прямо вот покорение хорватия наверно тоже они смотрите можно реально покорить хорватию мне кажется они выставят очень много войск а мы сколько можем выставить войск ну-ка 9000 он типа 6 мне кажется побольше территория если мы захватим просто на нас будем такое такое огромное угрозой может по геме лучше вот она небольшенькая такая слабенькая мы должны иметь на их на их территориях своих вас своих войск все 51 монетку награбили и размер ополчение доход от налогового бабло течет рекой говорят надо их расформировать они нам не понадобится а вас вассал обращается ко мне с просьбой о том чтобы вассал не шевранга служил ему я ему обнадежу туманными обещаниями но ничего не буду исполнять так так вот здесь вот стоит гварди у нас уже пополнено максимально так вождь пришел грабить разорять наши земли ну что что будешь делать как же как же они мне вот что ли или вон тот непонятно смотрим как у богемии дела она воюет оборонительный союз язычества против хазарии и оборонительный союз язычества против восточной франки почему меня никогда не и в киевке оборонительный союз не зовут это нечестно тут уже расправились да нет это матьяры 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 тоже прям бельмо на глазу ей бога мы можем только освобождать какие-то куски ну правда бесплатно то есть ничего нам за это не будет давайте ну ее эту чехию будем драться с матьярами сохраняемся и попробуем если что всегда можно загрузиться да мы никому не скажем так переставлю освобождение смотрим если победим в суде слав получает все теперь зовем свои войска призываем вассалов собираем ополчение здесь что они не сильно много воюют и смогут нам помочь в этом нелегком деле тюн радислав сообщил мне что поиск и артефакты тут успешно по по молодец нифига у него 5000 откуда у тебя 5000 чувак у тебя очень много земель слушайте слушайте этот раз очищающая пламя видимо пляж еще на костях врагов или как там бывали прямо владеет половиной стороны очень серьезный малой так точно точно мы не можем давайте сейчас мы идем в территории видите она сразу прекращает быть заняты потому что тут вообще ничего нету вообще не шиша ну тут стали мамочки за беременностью моей жены появились необычные вкусы в еде большая часть тех блюд которые она сейчас просит на обед варьируется от слегка непонятных до совершенно отвратительных уверена что имела виду лапку а не ножку дорогая перепели ну лапки видаем пускай лопает так 30 процентов так понимаю нам нужно о нужно просто занять и стоять на всех территориях опа это он это он зря но совместная армия покупать франции так но все мы получаем престиж мы получим был мы вас олизируем всех все территории ну папа откусывали от мазьеров немножко как-то сразу сразу повеселее дело пошло есть хорошая традиция сплетничать с беременной женщиной по своим горничных пускай не побольше здоровья нас вдруг наследника носит тут у нас появились появились села и появились до беспокойной кочевники нам нужно тут что-то построить чтобы это чтобы они не накладывали дебаф короче но не явно нам вот прямо не как-никак они нам не идут в наш баланс по вассалам поэтому эти глянем что у нас там сдаюра герцог ставим что у нас тут перья славаль должен быть не можем так бы юра перья славаль а им просто владеет каган вот этот вот ему зарпировать не можем потому что нам нужно больше денег эх все равно надо это кому-то раздать у нас даже место для такого количества вассалов нету ладно купим деньги в конце концов страшно раздадим ты кто такой вообще сиди тут мы с ним не сможем на повоевать да не сможем это туровское восстание нам выскакивают какие-то проигрыши при том что мы это не контролируем так что мы еще можем сделать вот бело озеро например скоро за округ бело озеро 100 престижа в этот раз мы подойдем поближе ну чтобы родилась дочь давайте ну-ка посмотрим как у бабушки любого любого прекрасного имя любого родислав вернулся из экспедиции принес с собой хорошо сохранившуюся кисть руки он утверждает что некогда и обладателем был великий герой возможно она могла бы наделить меня какими-нибудь знаниями вы заслужили денежную компенсацию давайте дадим 20 монет чтоб не ссориться и смотрим рука великого героя рост престижа и управления и это бесплатно ходим тут пощупаем вот этих вот эти банды это конечно не наша территория ваша милость не сомневаюсь столь преданные слуги какие заслуживают некоторого признания чувак да ты вообще финский язычник пошел вон вот такие вообще не разговариваем даже на одном языке вот там прославившийся дворинин защита или нападение вот в чем вопрос агрессивный командир или оборона я думаю что нам нужно упор на защита боевого духа боевой дух это очень важно это мелкие территории так полоцк процветает мы построим так великий монумент да давайте престиж престиж это тоже важно территории лишние не сказывается на налогов на самом деле посмотрите если мы завоюем то славянское язычество получит плюс один паральному авторитету это нам тоже надо слушать так нашу общество не вступили елки-палки бьемся ой рано ничего заживет в конце концов заживет заживет дальше идем надо все это собрать ага угроза миропорядку все тут уже тут уже защищают все все я думаю мы идем где-то в центр куда-то так идем идем где тут полотк то вот ну и будем заниматься видимо вот этими территориями я вижу кто на нас нападает большая территория тут не набегаешься конечно поэтому должны быть какие-то сильные герцогства которым этим которые вот сами это все охраняют гильдия воров плохо 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 это нет не наш гильдия воров Ой. Мы можем вызвать его на бой. Или мы станем одноногим. Называем. Что делать-то? Мы ранены, но целы. По-моему, он отказался от дуэли. Я как-то промотала. Можем попросить помочь с титулами. Ваш фасал, бошь Сигарь, ругается своей женой. Похоже, она чем-то сильно расстроена. Они практически кричат друг на друга и совершенно не замечают, что вы за ними наблюдаете. Я должен вмешаться. Он попросил держаться подальше от его личной жизни. Ну что ж. Мы пока что не можем ни на кого напасть. Угроза мира порядка. Такое ощущение как будто это увеличивается. С чего вдруг? Освободили территории. Надо будет, конечно, эти территории кому-то раздать. Ну, на этом мы заканчиваем прохождение этой серии конкретно. Следующая серия, я надеюсь, у нас все-таки будет большая война. Я даже не знаю, с Богемией или с Хорватией. В прошлом надо бы с Хорватией, конечно, воевать. Но мне кажется, это будет очень большая война. Да, определенно. Заявляю, в следующей серии воюем с Хорватией. Все, на этом заканчиваем. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»